Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам полезные идеи для гаража и мастерской. У меня есть общая полка, на которой навалена от души. Тут и струбцины, отвертки, напильники, и полка уже не выдерживает, и началась отваливаться. А значит, пришлось ее прокачать. В работу идут остатки фанеры. Размечаю одинаковой ширины, длинную часть. Делаю разметку и отрезаю дисковой пилой. Произвожу разметку всей заготовки. Расстояние между инструментом взял по 2 сантима с каждого края. Итого, каждая разметка будет через 4 сантиметра. По итогу дам вам совет, что этого хватает прям впритык. Если будете повторять идею и хотите, чтобы ваш инструмент был посвободнее, то лучше берите каждые 5 сантиметров. Далее, ставлю метки шилом для будущего сверления отверстий. Закрепляю к верстаку заготовку на пару саморезов. Ставлю сверло на 8 миллиметров и делаю отверстие. Далее, с помощью пилы и угольника делаю пазы. Это быстро и просто. Два пропила и паз готов. За кадром прикинул расположение струбцин. И оказалось, что пазы маловаты. И чуть-чуть нарастило отверстие. Далее, всю заготовку для красоты обжег с помощью газовой горелки. Закреплять к стене буду с помощью металлических уголков. Сначала креплю два по краям полки и один снизу по центру. Таким образом, будет больше площадь крепления к стене. Перехожу на стену. Закрепляю с одного края. И по уровню выставляю вторую сторону. И уже закрепляю на саморезы с пресс-шайбой. Ну и расставляю на свои места все струбцины, зажимы. Теперь у них есть отдельный уголок стоянки. Все под рукой, все на виду. Легко вынимаются и также обратно ставятся на место. Быстро навожу марафет на верстаке с помощью компрессора. Немного продуваю инструмент и приступаем к следующему приспособлению. В работе, кстати, мне помогает аккумуляторный инструмент Кресс. Это знаменитый бренд высококлассных электроинструментов. Основанный аж в 1928 году в Германии в городе Тюбинген. Инструмент не только высокого качества, но и удивительной практичности. Дисковая пила с мощным двигателем позволит распилить древесину максимально быстро и точно. Размер диска 165 миллиметров. Плавный пуск и электронный тормоз диска обеспечивают безопасность в работе. Мощный шуруповерт с разными режимами работами. У инструмента нет щеток и коллектора, а значит и трения. Мотор приводится в движение с помощью подачи напряжения на нужную катушку индуктивности. А любая работа всегда приятнее с освещением. Поэтому аккумуляторный прожектор позволит проводить работы в любое время суток, освещая все необходимые детали. Ну и конечно, все инструменты работают от универсальных литий-ионных аккумуляторных батарей. Кресс-кросс-пак. А для выездных работ еще взял себе небольшой безмасляный компрессор. В нем есть самосмазывающийся компрессионный механизм, не требующий масла и обслуживания. Ну и конечно дальномер с пылевлагозащитным корпусом. И для ознакомления на все инструменты оставлю ссылки под видео. Ну а мы поехали дальше. Для следующей идеи беру обрезок доски 20 на 95 миллиметров. От края делаю разметку в 3 сантиметра по всей длине. Фиксирую струбцины к столу. В руки беру шуруповерт и сверло форстнера. И на глаз, ну примерно на глаз, делаю отверстие на половину заготовки. Далее сверлом на 8 миллиметров делаю сквозные отверстия. Убираю лишние заусенцы с помощью наждачки и обжигаю заготовку газовой горелкой. Закреплять на стену буду простым быстрым способом. Это металлические уголки. Закрепляем на стену и располагаем все отверточки по размерам. Закрепляю на стену и раскладываю. Закрепляем на стену и располагаем все отверточки. Теперь все на своем месте, все на виду и сразу видно каждую по назначению. А еще углубление не дает им сваливаться и фиксирует в вертикальном положении. Далее разберемся с напильниками. У них очень удачная рукоять, поэтому тут решаем вопрос максимально быстро. Использовать буду клипсы для полипропиленовой трубы. Они у меня разные и, короче, то, что нашел, то, что валялось, то и буду использовать. Тут и на 20 трубу, и на 25. Клипсы собрал в единую секцию и на саморезы закрепляю к стене. В 20 клипсу рукоять заходит с натягом, а вот в 25 залетает прямо на ура и держится отлично. Поэтому, если будете повторять такую идею, друзья, то берите сразу 25 клипсы. Это намного практичнее, удобнее и быстрее вынимается. А так все равно плюсом все инструменты на своем месте, на виду, нигде не валяются, ни в пыли. В общем, все классно. Теперь давайте замутим идею для хранения молотков. Да, согласен, можно тупо бросить в ящик. У меня, короче, так и было. Но хочется что-то прям придумать нереальное, интересное и главное, чтобы было практично. Использовать буду мебельные направляющие. Небольшой брусок, кусок ПВХ трубы на 50 мм канализационную и пятерку клипс для нее же. Длина бруска равна выступающей части направляющей. Поэтому быстро отрезаю лишнее дисковой пилой. Направляющую закрепляю на бруске, на саморезах. Далее все клипсы собрал в единую кассету и фиксирую с другой стороны бруска. ПВХ трубу нарезал на куски по 5 см и затем убрал все заусенцы. Для надежности немножко капнул суперклеем и вставил трубки на свое место. Затем закрепил направляющую под верстак с зазором в 6 см от верха. Без опоры выдвижная полка довольно жидкая и она выгибается. Выходом стало добавление опорного бруска и металлической пластины. Да, замудренно, но зато необычно и прикольно. Я пользуюсь и, кстати, полет отличный. Еще одна быстрая и простая идея для мастерской – это как легко сделать органайзеры практически бесплатно, в которых можно хранить различную мелочевку, крепеж, биты, насадки, да что угодно. Нам нужны обычные пластиковые бутылки, которые разрезаем посередине и вставляем вовнутрь брусок. Брусок у меня размером 40 мм толщина, 85 мм ширина и 140 мм длина и в конце скос под 45 градусов. Засовываем в бутылку и бутылку обтягиваем и закрепляем на скобы. Далее берем строительный фен и нагреваем со всех сторон заготовку. И бутылка сжимается и обтягивает форму бруска. На все про все уходит пару минут. Далее берем канцелярский нож и аккуратно вырезаем верхнюю часть и вынимаем брусок. По итогу мы получаем быстрые пластиковые контейнеры для хранения крепежа. Они прозрачные и довольно жесткие. Любой крепеж всегда будет перед глазами и его легко можно будет найти. Напишите в комментах какая идея вам понравилась больше всего. Поставьте лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные идеи, советы, лайфхаки и интересные самоделки. Так что жмякайте на колокольчик. Всем хорошего настроения, всем добра, удачи, позитива. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok